Проводят летние каникулы с пользой и творчеством. Воспитанники детской площадки школы номер 3 стали авторами работ для выставки «Кошкин дом». Она открылась в отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. Кошек, выполненных из самых неожиданных материалов, можно увидеть до 22 июля. Они ласково глядят тебе в глаза, дают себя погладить, грациозно выгибают спины и разве что не мурлыкают. А ещё все кошки очень разные. Например, кот-матрос выполнен из фасоли. Фасоль, она более такая, ну её красивые цвета какие-то такие. Из неё очень много работ можно сделать. Она интересная. Бумага, пластилин, песок разных оттенков и фольга. Все кошки получились уникальными и непохожими друг на друга. А родилась большая кошачья семья из двух фигурок, которые получила в дар Маргарита Прудова. Долгое время они у меня просто дома стояли. Потом пополнилась немножко, эти две кошки пополнились небольшой коллекцией. И потом я решила сделать своих несколько кошек. Постепенно, постепенно, в общем, моей кошке, мне показалось, интересно бы с детьми ещё поработать. Так, на творческих занятиях одна за другой появились более сотни кошек. Дети помладше мастерили бумажных котов. Дети постарше работали в более сложной технике. К такой, например, относится пластилиновая мозаика. Самое сложное было, чтобы контуры не смылись, а не смывались. Потом надо было пластилин сдирать, потом опять рисовать вот эти контуры. Ну и так как-то сделалось. На открытии выставки юных авторов наградили дипломами и пожелали дальнейших успехов в творчестве. Ну а всех желающих ждут в отделе декоративно-прикладного творчества до 22 июля.